Как отпраздновал Димитров Градец, Григорий Смолин. От имени великого актера в областном романтическом театре вручили премию Бориса Александрова и ключи от квартиры. В хирургическом отделении областного клинического онкологического диспансера завершились ремонтные работы. Это был заключительный этап в модернизации хирургического корпуса. Палата осмотрел глава региона, после чего провел совещание, на котором обозначил основные направления в работе здравоохранения. Хирургическое отделение медучреждения готово принять пациентов. Оно предназначено для лечения больных с опухолями головы и шеи. Отделение развернуто на 24 койки. Этот корпус, кроме обозначенного хирургического отделения, вмещает также больных с отделением гинекологии, урологии и заболеваниями молочной железы. Кроме того, здесь находятся две лаборатории – патологоанатомическая и клиникодиагностическая. Ремонтные работы проведены на сумму почти 9 миллионов рублей. А на 2017 год запланирован ремонт еще в двух корпусах медучреждения. При этом, как отметил на совещании губернатор, планируется расширение онкологической службы. На первой парте, как сегодня было сказано, жизнь выделяет анклогические заболевания. Все, что связано с пациентологией. Конечно, нам здесь нужно будет расширять наши мощности. Это значит новый строк. Но сначала, что мы начинаем сразиться в областной больнице, а потом уже достать их параллель. 2016-й под эгидой года здравоохранения прошел успешно, отмечают медики. 2017-й объявлен годом сохранения репродуктивного здоровья. В связи с этим продолжится совершенствование системы оказания медпомощи при родах. Будет сдан в эксплуатацию главный наш объект – это перинатальный центр. На сегодняшний день уже более чем на 80% работы завершены. В течение года мы проведем лицензирование. Соответственно, женщина уже получит возможность рожать на этапе третьего уровня в новых условиях. Также в этом году планируется сдача еще двух объектов – Центра сохранения женского здоровья на Корсунской улице и в Засвияжском районе. Кристина Агафонова, Мария Сафронова и Герман Баранов. Вести. Ульяновск. Стрелку из Белого Ключа дали 17 лет колонии строгого режима. Сегодня суд вынес приговор Рустаму Кашапову. Напомню, рано утром 24 августа 2015 года пятеро мужчин с огнестрельными ранениями были доставлены в учреждение здравоохранения. Как выяснилось следствие, в ту ночь потерпевшие находились возле одного из домов по улице Ленина в поселке Белый Ключ. Неожиданно у них произошел конфликт с 28-летним пассажиром, проезжавшего мимо автомобиля. Последний, вооруживший с охотничьим ружьем 12-го калибра, произвел несколько выстрелов. В результате один из потерпевших скончался. При этом 32-летний, ранее судимый за кражи, водитель машины Михаил Ранцев увез злоумышленника с места преступления, после чего спрятал транспортное средство на стоянке. За что и был сегодня приговорен к одному году 9 месяцам колонии строгого режима. Григорий Гаврилович Смолин, житель города Димитровграда. Он участвовал в Великой Отечественной войне, служил в Кишиневе в послевоенные годы. 23 года служил в военно-строительных частях особого назначения в самых разных уголках СССР. Участвовал в строительстве атомных объектов в Сарове, Ниара и соцгорода в Димитровграде. А в эти выходные он отметил 100-летний юбилей. Родился юбиляр 21 января 1917 года в деревне Кузюмово в Вятской кубернии в Удмуртии в большой крестьянской семье. Работал с 17 лет. Был бригадиром в колхозе имени Кирова. В 1938 году призван в армию. В 1939 окончил полковую школу младших командиров. Военные годы готовил перед отправкой молодых солдат. Учился сам и участвовал в уничтожении мелких групп противников в белорусских лесах. Конец войны встретил уже в Берлине. У здания Рихстага вместе с однополчанами. По словам Григория Гавриловича, это была не только Великая Победа, но и своего рода международная ярмарка. Солдаты и офицеры стран антигитлеровской коалиции обменивались и торговали самыми разными вещами друг с другом. Особенно, говорит, это любили англичане. Что смешило американцев, которые лучше других относились к русским. Удивительно, но помнит он всё в деталях. И один из офицеров высокого роста мне подарил бритвенный прибор. Очень хороший прибор был, но в России в лагерях оставил на тумбочке и меня его украли. После войны он продолжил службу. Всего 15 лет во внутренних войсках и 23 года в военно-строительных частях особого назначения Министерства обороны. С 1959 года служил в Меликесе, где также внёс весомый вклад в строительство и развитие НИАРа, жилого комплекса в соцгороде и ещё нескольких крупных объектов. После увольнения из армии решил остаться в Димитровграде, который по его собственному признанию стал для него второй малой родиной. Именно сюда и приехали поздравить с юбилеем его дети, внуки и правнуки. А их у него немало. Только кровных родственников более 25 человек в разных уголках земли. Приехали даже из Германии. Конечно, мы все очень гордимся. Даже с самого детства, когда кто-нибудь спрашивает, а кто твой дедушка? Дедушка в военной форме всегда. Ой, мой дед полковник. И вот это вот с самого детства как бы идёт, это гордость. И мы только гордимся. И, конечно, очень рады, что вот он дожил до 100 лет. К слову, за эти годы он был награждён Орденом Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной звезды и нагрудным знаком 50 лет атомной отрасли и другими. Написал несколько книг, посвящённых своим родным. Секретом своего долголетия, здравого ума и твёрдой памяти называет здоровый образ жизни. Но самое главное – жить с добром в душе. Я бы посоветовал молодым, где бы вы ни были, оставляйте только добро, а вас будут вспоминать добром. Вот это важно. И, как говорит сам юбиляр, ему не стыдно за прожитые годы. Ведь всю свою сознательную жизнь он посвятил своей родине – России. Антон Никитин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Димитровграда. Он заставлял зрителя и плакать, и смеяться. Больше 40 лет ему рукоплескал зал. Теперь стипендии его имени награждают лучших актёров региона. В Ульяновском областном театре драмы прошла седьмая торжественная церемония вручения премии имени Бориса Александрова. В 2016 году обладателем сертификата на получение стипендии стал актёр Николай Абдеев. В составе труппы он отыграл всего один сезон. Эта награда, признался артист, для него настоящий подарок. Я постараюсь с честью нести эту награду по жизни, потому что она мне вдвойне дорога. Это первая награда, которую я получаю на сцене нашего театра. И самое главное, наверное, то, что эта награда уносит имя нашего мастера, моего педагога, нашего учителя Бориса Владимировича Александрова. В этот вечер подарков было немало. Один из крупнейших застройщиков нашего региона вручил сертификат на покупку двухкомнатной квартиры в Ульяновске. Счастливой обладательницей его стала актриса театра драмы Мария Прыскина. Большое спасибо. Я в жоке. Спасибо большое всем. Я должна признаться, что я получила свой дом и свой угол, о котором я всегда мечтала. Спасибо театру. Спасибо большое. Также за большой вклад в развитие театрального искусства в регионе, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, медалью почета награжден ведущий мастер сцены Ульяновского драмтеатра, заслуженный артист России Владимир Кустарников. Подлинные вещи, редкие фотографии, интерактивные экспонаты. Все это выставка, посвященная истории театрального искусства. Открылась она в Ульяновском доме архитектора Федора Левчака, в народе «Дом актера». Экспозицию с интересом осмотрел губернатор Сергей Морозов перед тем, как провести встречу с сотрудниками музеев, которые входят в комплекс «Родина Ленина». В частности, глава региона напомнил о серии акций «Год добрых дел», в которых могут принять участие и наши музеи, тем более, что Ульяновск известен своими традициями в этой сфере. Вчера очень много говорили о преемственности поколений, о преемственности эпох, святой с добровольчеством, с меценатством, с благотворительными, добрыми делами, которыми славился Сибирск, которыми славился и советский город Ульяновск, которыми славится и сегодняшний город Ульяновск уже, новая Россия. Кроме того, в наступившем году большое внимание уделят и проектам, которые связаны с музеями. В частности, начнется работа по открытию усадьбы Дениса Давыдова в Радищевском районе. Продолжится активное сотрудничество с крупными столичными учреждениями культуры. К финишу с ветерком и лаем в регионе впервые прошли зимние соревнования по ездовому спорту. Трасса покорилась и профессионалам, и даже трехлетним любителям. На старт вышли спортсмены из пяти городов, а к финишу со всех лап неслись не только нарты, и вместе с четвероногими в упряжке впряглись еще и лыжники. За снежной гонкой наблюдала Кристина Агафонова. Их едва можно удержать на старте, но главная задача – сдержать любопытство уже на самой трассе. А для скетчардистов – сохранить скорость. Замечательно, классно. Правда, мы немножко догнали четвертый номер и не смогли его обогнать. Ребята у меня в этом сезоне первый раз стартуют, поэтому один из них вообще только первый, вообще первый раз стартует. Он маленький совсем еще. И обгон у нас, к сожалению, не получился. Мы должны были обогнать и уйти. Обогнать, обогнали, уйти не смогли. Пришлось опять соперника пропустить вперед. На отдых времени мало, лохматую упряжку быстро запрягает в нарты дочери. Черную штуку специально в шлем положила, она закрывает горло. На старт вышли не только лыжники. К финишу любителей скорости потянули ездовые двойки и даже шестерки. Я принимаю части не для победы, а для интереса. Классно, что ты ездишь по разным городам, что это весело, это очень энергично, это просто общаешься с собаками. Это простое общение и нечеловеческие эмоции стоили ей красивого увлечения. Четыре года назад Лиза променяла бальные танцы на уличные тренировки и ездовой спорт. На спринтерской дистанции и быстрые хаски, и выносливые маламуты. А вот истории тех, кого покорили лохматые носы и красивые глаза, похожи одна на другую. Ездовой спорт у нас, так сказать, появился в нашей жизни, когда купили первую собаку. Сначала купили, ну как, для себя, для души, для удовольствия. Потом решили бегать. С одним весело, хорошо, но бегаю я с собакой, жена сзади на лыжах. Ей неинтересно, купили второго. И все равно второго тоже отнял. Теперь надо третьего. Дорого. Но весело и здорово. И мы довольны. Почти пять километров для взрослых и полтора для детей. Первые ульяновские соревнования собрали почти 70 любителей активного отдыха из разных городов по Волжье. Дистанцию мы накатываем уже месяца два или три. Трасса у нас скоростная. Она не сложная, но скоростная. Приоритетная в наших соревнованиях то, что здоровый образ жизни и любовь к животным. Победители выбрали сразу в 18 номинациях. Но самыми ценными для тех, кто пересек финишную черту, стали объятия семьи. Скажи, мама молодец. Мама молодец. Из лыжницы в тренеры. Для них ездовой спорт уже давно превратился в семейный вид отдыха. Ульяне нет еще и трех лет, но она уверенно держится в обычных санках. Их и потянет по снежной трассе любимица Юта. Если начинать с Ростова, то это всегда свежий воздух. На природе постоянно тренировки. Ребенок с детства какой-то у него есть интерес. Любовь к животным, к спорту, к активному образу жизни, поменьше компьютеров и так далее. Думаю, что не зря. Почти щенячьего восторга здесь хватило каждому. Лохматых героев заездов зрители не отпускали долго. Те, кто не получил грамоты участников, ушли с этих соревнований с новыми фотографиями и щедрой порцией позитивных эмоций. Кристина Гафонова и Дамир Губеев. Вести Ульяновск из Старомаинского района. Как будут развиваться события в регионе, расскажут в Вести Ульяновск уже завтра. Сегодня я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Температура воздуха ночью по области минус 4, минус 9. В Ульяновске 6, 8 градусов мороза. Завтра днем по области от нуля до минус 5. В Ульяновске минус 1, минус 3. На дорогах гололезится, местами снежные заносы.